Набор веса у детей при диабете Создание фастфудов и другой вредной еды Основные рекомендации должны быть направлены на диетические аспекты контроля сахарного диабета С целью ограничения поступаемого калоража И рекомендации в отношении физической активности И меньшего времени за телевизором В неподвижном состоянии Сам по себе сахарный диабет к набору веса не приводит Хотя мы можем наблюдать на фоне инсулинотерапии Например, после начала лечения сахарного диабета После назначения инсулина Прибавку веса Благодаря действию самого инсулина Который стремится к накоплению энергии И в этом случае могут наблюдаться прибавка веса Но, как правило, она не превышает среднестатистических, средневозрастных норм Поэтому, если наблюдаются проблемы с набором веса у ребенка То здесь надо в первую очередь обратить внимание на питание Обратить внимание на физическую активность Ну и с детским эндокринологом, конечно, обсудить рекомендации Которые могут быть в этом случае Безусловно, лишний вес Тем более ожирение Это неблагоприятный фактор В отношении не только общего здоровья Но и в отношении контроля сахарного диабета Как правило, дети, у которых есть лишний вес У них наблюдаются более высокие показатели глюкозы Как правило, им требуются более высокие дозы инсулина Естественно, на этом фоне контроль сахарного диабета Как правило, хуже То есть, более высокий гликированный гемоглобин наблюдается Поэтому, в общем-то, конечно, лишний вес непосредственно сопряжен С результативностью лечения, с контролем сахарного диабета И, безусловно, те цели, которые мы ставим в плане коррекции веса Они будут касаться не только общего здоровья Они будут касаться, естественно, и лучшего контроля сахарного диабета При диабете мы часто сталкиваемся с гипогликемией То есть, с низкими показателями глюкозы Которые требуют коррекции И коррекция в большинстве случаев проводится с помощью легкоусвоимых углеводов Конечно, это может создать дополнительную энергетическую нагрузку на организм Во-первых И, во-вторых, привести к изменениям пищевого поведения В то же время Поэтому, безусловно, здесь есть определенные, скажем так, нюансы На которые нужно обращать внимание Но, среди прочего, наверное, рекомендации по коррекции гипогликемии Должны носить такой, ну, все-таки, несколько осторожный характер Ограниченный характер Кроме того, в качестве профилактики гипогликемии Когда рекомендуется дополнительные углеводы Это ситуация, которая возникает при физических нагрузках Во время, после физических нагрузок И многие рекомендации по контролю диабета При физических нагрузках Включают в себя прием дополнительных углеводов Это тоже, опять же, может создать дополнительные риски Приема избыточного количества углеводов, энергии Ну и, соответственно, привести к лишнему весу Поэтому здесь, в общем-то, среди вот таких вот мер Для профилактики гипогликемии, конечно, первое место, наверное, все-таки нужно выводить Рекомендации по коррекции инсулинотерапии, снижению доз инсулина Перед, после физической нагрузки А прием дополнительных углеводов, он здесь уже должен, как бы, следовать В дополнение к этим рекомендациям Безусловно, скорее всего, прием углеводов, особенно при интенсивной нагрузке Он потребуется, но при снижении доз инсулина, предварительном снижении доз инсулина Эта коррекция уже не будет носить такой существенный характер Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok